Небольших сел с численностью населения до 500 человек в крае более 100. Держать магазины предпринимателям в таких местах невыгодно. Доставка дорогая, покупательский потенциал низкий. Решение – автолавки, которые будут появляться в глубинке. Автофургон на базе УАЗа, пожалуй, лучшее решение для тамошних дорог. Изотермический кузов позволяет возить, например, заморозку или горячий хлеб. Получили машину, работает отлично, едет хорошо, блокировка работает, передок, передний привод тоже включается отлично. Машина, ну, по нашим дорогам сам а то, возить, доставку делать товары, хлебобулочных изделий, если на то пошло, если народ нуждаться будет. Автофургоны достаются тем же предпринимателям, которые торгуют на местах. Это своего рода социальный контракт. 70% стоимости машины оплачивает краевой бюджет, 30% – районный. Коммерсант получает грузовичок в свое полное распоряжение, но взамен обязуется снабжать жителей глубинки товарами. Ключевой момент – по оговоренному соглашениям о расписании и с нужным товаром. Жители этих маленьких населенных пунктов, маленьких сел, в которых нет объектов торговли, безусловно, получают продукцию. Администрация договаривается с предпринимателем, который привозит им товар, но все это на нерегулярной основе. Администрации хотят сделать этих людей, скажем так, более обеспеченными, чтобы на регулярной основе туда поставлялись продукты питания, товары непродовольственные первой необходимости, чтобы жители знали и понимали, что в определенные дни прибудет машина с тем ассортиментом, который необходим. Подобные автолавки уже поехали в Нанайский и Ульские районы, на очереди Верхнебуринский и Вяземский. В этом году на проект автолавки в село край выделил 10 миллионов рублей. Александр Лихачев, Большой город.